Добрый день, друзья! Это видео, посвященное третьему дню прохождения события Война Штатов в игре State of Survival. Вчера на втором этапе я в итоге занял шестое место и сейчас нахожусь в общем зачете на 11 строчке. У себя в штате нахожусь на четвертом месте по набранным очкам. Это меня радует. Я внес большой вклад в событии для своего 125 штата. Также вчера по итогам этапа мой альянс занял восьмое место. Естественно, мы получили все три сундука и награды за позицию в этапе. В общем зачете сейчас мы находимся на шестой позиции. Ну что, третий этап под названием усиление войск. С началом игрового дня, а это 3 часа ночи по Москве, я поставил будильник. Проснулся, чтобы забрать готовые войска и запустить новое обучение десятых войск. Поэтому у меня уже есть заработанные очки. Этот этап посвящен в основном обучению войск и переобучению. И один еще дополнительный пункт это создание медалей для снаряжения шефа. Тут очень важно не сделать ошибок. Как пример есть те, кто думают, что нужно создавать снаряжение шефа или снаряжение героя. Поэтому будьте внимательней. Тут нужно только создавать медали, усиливающие снаряжение шефа. Мой совет. Если у вас достаточно армии для комфортной игры, к примеру на ловушке, толпе зараженных и так далее, то всегда создавайте армию на один уровень меньше вашей максимально возможной, чтобы заработать больше очков при переобучении, тратя ускорители. Еще добейтесь того, чтобы ваш губернатор обязательно включил бонус к скорости обучения для вашего штата именно в третий день события. В первом видео я показал ошибку нашего губернатора, который включил бонус на первом этапе. А сейчас у нас уже нет возможности пользоваться этим бонусом. Поэтому пишите личным сообщением губернатору, чтобы он не забыл и не ошибся. Еще один совет, который я думаю вы уже знаете. Если вы по цепочке талантов можете дойти до таланта скорость обучения, то вам необходимо переобучать и обучать ваши войска обязательно в режиме талантов войны, используя этот пассивный талант. На моем 52 уровне шефа я могу потратить 1 очко на пассивный талант, который мне дает 8% увеличения скорости обучения. Я буду переобучать войска 6 уровня, которые находил в миссиях разведки, и войска уровня 9, которые уже сам создавал именно для такого рода события. У меня сейчас имеется 21 500 войск уровня 9 и 16 500 войск уровня 6. И нам нужно самое главное ускорители обучения, у меня их около 300 часов. Сейчас я переобучу все войска и посмотрим сколько очков нам это принесет. Универсальные ускорители я не буду тратить на обучение и вам не советую. Ну что, поехали. Остатки ускорителей обучения я потратил на создание пехоты, так как в игре пехота самый теряемый тип войск. После переобучения войск в итоге я заработал 1 миллион 700 тысяч и запустил еще обучение на 14 часов 40 минут. Придется ночью еще раз проснуться, чтобы под конец игрового дня забрать еще армии и получить дополнительные очки. Сейчас я уже нахожусь на 33 месте, на третьем этапе, и по общему зачету поднялся на 9 строчку. Ну что, теперь перейдем к второй части этого видео, к созданию медаля. Для начала я создам одну серебряную медаль первого уровня или знак офицера 1. Это вам позволит заработать 218 750 очков. Серебряная медаль второго уровня или знак офицера 2 вам даст 612 500 очков. Таким образом, я советую всегда просчитывать ваши возможности. Может быть вы примете решение, увидев остальных игроков, пропустить, подкопить и вложиться в следующий раз. Самое главное, участвуйте на сражениях за Капитолий. Старайтесь занимать хорошие позиции, чтобы зарабатывать влияние наемников и жетоны знака. Это несложно, если вы будете систематически принимать участие и не пропускать. Вы сможете создавать медали и зарабатывать очки на событиях, связанных с этим. Давайте я создам все свои медали и посмотрим, что я заработаю. В итоге я смог создать 12 серебряных медалей первого уровня и 5 серебряных медалей второго уровня. Это мне позволило в итоге подняться на шестую строчку в этапе и в общем зачете я занимаю четвертую позицию. Ну что друзья, по третьему этапу я думаю все понятно. Спасибо за просмотр. Жду ваши комментарии, задавайте вопросы, входите в русскоязычный канал Дискорд. Там сейчас постоянно идут обсуждения по теме войны Штатов. А я с вами прощаюсь, до завтра. Всем удачи!